Итак, уважаемые, очередное видео для вас. Подготовил интересную информацию. Вся информация нужна для развития пчеловодства. Когда человек знает эту информацию, ему очень и очень легко управлять этим хозяйством. И плюс радостно, когда выйдет, посмотрит, пчелы носят мед, нектар, и пахнет запахом. Ну и плюс, все, кто занимается пчеловодством, долгожители. Живут долго, до 80 лет и больше. Это очень сильно сказывается на здоровье тех, кто любитель, или тех, кто занимается бизнесом с пчеловодством. Итак, удачи вам и долгих лет жизни. Начинаем наше видео. Итак, хочу прочитать самый простой способ зимовки маток. Написан в журнале «Пчеловодство» 1958 года бывшего Советского Союза. Номер 4. Журнал «Пчеловодство» 1958 года. Здесь проходили в Казахстане, в Алматинской области, опыты. Итак, сейчас мы посмотрим, что они тут делали. Нет, извиняюсь, это казахская опытная станция, но находится она не в Алматинской, это в другой статье будет Алматинская. Она западно-казахстанская, Карагандинская область. Итак, друзья, что они производили здесь? Какие работы? Из работ по технике пчеловодства и племенному делу следует отметить, найдены в 1936-1938 году эффективный способ содержания запасных маток путем послевзяточного деления пчелиных семей пополам и попарного их содержания в зимний период. Начиная с 1936 года и в тире по 1939 год начаты работы по массовой селекции местной пчелы. Продуктивность таких пчелиных семей оказалась в среднем выше на 10-15%. То есть, хочу отметить, что некоторые люди завозят разные породы пчел, но лучше всего работает в вашей местности местная пчела. И как и здесь доказано, и уже многократными пчеловодами доказано. Поэтому старайтесь развивать местную пчелу, чтобы у вас было то потомство элитное, которое способно и приспособилось к вашей местности. Хочу отметить еще из этого, так сказать, опыта, что здесь написано выше. После главного взятка делятся семьи пополам и ставится запасная матка или выводится. И до зимы развиваются два, можно сказать, отводка, которые находятся через перегородку. Таким образом увеличивается количество семей и увеличивается качество зимовки. Итак, друзья, дальше мы смотрим. Что они тут производили? В 1937 году и 1941 году проведены сравнительные опыты зимовки пчел на воле и в зимовниках, в ямах и пещерах. То есть, в то время производили в зимовниках и можно было делать и в ямах, ставили в ямы и засыпали сверху. Или в пещерах, если где это есть, пещеры. Небольшой перерасход корма при зимовке пчел на воле компенсируется быстрым ростом семей весной и лучшей их готовностью к началу главного взятка. Установлено, что зимовка пчелиных семей в спаренном виде более выгодна, чем индивидуальна. Ну, как они уже тут сверху сказали, что если две семьи вместе зимуют, то они более качественно выходят из зимы и плюс на воле это намного лучше. Зимовка пчел в ямах имеет следующие недостатки. Часто с поверхности в ямы проникала сырость и закапывание пчел является довольно трудоемким делом. Более удобно выкапывать не ямы, а как показал опыт станции, пещеры, там где это возможно. В отношении кормовой базы станция провела оценку 55 главнейших дикорастущих медоносок в условиях Алматинской области. Выявлены неиспользованные медоносные вводи в республике. Итак, друзья, хочу отметить, что они здесь привели в таблице. На воле зимовало 58 семей и качество расплода, расход корма у них немножко был повышенный. Из 58 семей было 7,535 кг на семью расход корма, а в зимовнике 6,145 кг. То есть на семью немножко было повышено корма, но зато за счет того, что они расходовали этот повышенный корм, они еще и развитие печатного расплода увеличили больше, чем в два раза. Обратите внимание, больше, чем в два раза печатного расплода. То есть семья быстрее развивается. Поэтому, если учитывать все эти проблемы, то на воле это многократное положительное развитие. Она дает быстрое развитие семей. И если парное развитие, то она дает увеличение количества и качества семей. Итак, друзья, вот такой был опыт произведен. Содержание на воле. И еще хочу отметить одну интересную статейку. Здесь описывает один человек. Это то же самое. 1958 год, номер 4. Украинский улей на узко-высокую рамку. Достоинство недостатки. Наряду с широким распространением улей лежака на рамку 435 на 300 миллиметров на Украине, все еще встречается улей лежак на ту же рамку, но в перевернутом виде. Имея опыт содержания пчел в этом уле, хочу заметить, что он совсем неплох, чтобы постепенно его вытеснять с пасеки. Работать, например, в таком уле легче, чем в типовом уле, когда, как видно из рисунка, тут рисунок есть, вы его, конечно, не сможете увидеть, он стоит невысоко от земли. Украинский лежак, как его называют, более габаритен. К преимуществу улья нужно отнестись и то, что он при толщине стенок в 30 миллиметров защищен с двух сторон матами той же толщины, имеет значительно меньше вес в сравнении с обычным лежаком на то же количество рамок. Ни для кого не секрет, так же, что зимовка пчел в лежаке на высокую рамку проходит лучше. Зимний клуб пчел располагается на нижней стороне рамок и движется только в одном направлении, снизу вверх, то есть вот так рамка стоит, вот, и пчел тут только комплектуется и поднимается вверх. Мед находится в верхней части. Значит, что дальше? Снизу вверх, встречая на своем пути уже согретые запасы корма. Иная картина наблюдается в ульях на стандартную рамку. Клуб пчел в этих ульях, как известно, формируется у передней стенки, нередко оставляя при этом заднюю часть каждого сота совершенно не занятой пчелами. Из-за захода в запасы корма в занимаемой части гнезда клуб пчел движется вдоль улочек от передней стенки к задней. Встречая на пути несогретый корм. При содержании пчел под снегом и в холодных помещениях соты в стандартных рамках не занятые пчелами часто плеснеют. Мед на них закисает или кристаллизуется. Все это исключается при содержании пчел в тех же условиях, но в ульях на высокую рамку. Имея на лицо эти преимущества, улья лежака на высокую рамку постепенно вытеснение его с пасек считаю грубой ошибкой. Вот ты написал один пчеловод, который практиковал, это ему очень понравилось. А в стандартных улях, лежаках и рамка на 300, если это литок, пчелы делают запасы меда отсюда так на полрамки и вот здесь так на полрамки. Пчелы движутся вот так, поедают мед, движутся, поедают мед и эта часть, как тут написано, мало обогревается. Ну, это у каждого человека свое мнение и своя доля правды. Нету таких методов, которые были бы 100% правильно оправданы. И поэтому по отношению этого, если кто любит и нравится, можете ставить лайки. Если кто не любит, не лается, можете ставить не лайк. То есть, ну, в каждом методе есть свои достоинства и недостатки. Хочу еще отметить интересную вещь, которую хотелось бы отметить. Как я уже отмечал, что пчелы не могут существовать без медоносных растений. Поэтому очень важно, чтобы в вашей округе имелись, или чтобы вы знали, что посеять в вашей округе, если у вас есть дикая местность, или есть возможность каким-то образом взять в рент, или использовать, или куда-то подвезти, или с кем-то договариваться, с фермером, где кто что сеть, чтобы вы знали, куда поставить своих пчел, чтобы они принесли и вам мед, и людям была польза. И вам также. Здесь написано очень интересный опыт. Медовая продуктивность фацелий и горчицы при разных сроках посевах. Фацелию и горчицу высевали широкорядным способом. Это в Алматинской области было. Между рядем 30 см 5 сроков. И пытались определить, чтобы растянуть нектаровыделение как можно дольше. Всем известно, что фацелия и горчица это хорошие медоносы. Поэтому пытались сделать так, чтобы когда в июне падает нектароспособность, была еще какая-то засев. И что они из этого получили, эти опытные посевы? Норма высева 6 кг семян на 1 гектар. Дополнительно изучали и фацелию азимового посева. Всем известно, что фацелия это хороший медонос. В период массового цветения опытных растений проводили исследование медовой продуктивности, подсчетом количества цветков и определения нектарности и сахаристости способов отбора нектара из изолированных цветков капиллярами. Изучением фацелий занимались в течение трех лет. Одинаково вне благоприятных по погодным условиям. В 50-м году фацелию высевали 18 апреля, 3, 16 и 30 мая и 15 июня. Пять раз. Высиная с 16 мая фацелия дала хорошие всходы. Но растения развивались плохо и постепенно засыхали из-за недостаточного количества осадков. По этой же причине это было в Алматинской области. Возможно, что в других местах это будет лучше. По этой же причине фацелия посеяна 30 мая, дала плохие всходы. А 15 июня вообще не дала всходов. Таким образом, исследования коснулись только озимой фацелии и посеву ее 18 апреля и 3 мая. Таким образом же проводили посевы горчицы тоже в течение двух лет и в те же самые сроки. И что дали опыты? Исследования растений всех сроков посевов и результаты наблюдений приведены в таблице. Здесь приведены результаты наблюдения. Самые лучшие дала посевы озимая фацелия, то есть под зиму посеяна. Она дала хорошую медопродуктивность, 1 с гектара 165 килограмм. Потом идет посеянная в мае, 18 мая, дала 152. И также, вернее в апреле, 18 апреля. И также в мае 3-го 140 килограмм с гектара. Это в одном году, в 50-м. В 51-м году подобное неблагоприятное условие тоже засев был. 17 апреля 115 килограмм с гектара. Потом 3-го мая они посеяли, но она дала 125 килограмм. И 18-го мая дала 69 килограмм. А потом в следующий год, в 53-й, 23-го апреля посеяли, 205 килограмм дала с гектара. 9-го мая посеяли 100 килограмм с гектара. И 23-го мая дала 29 килограмм с гектара. Итак, то есть, что тут можно, какие выводы они сделали. Из таблицы видно, что по всем годам получены аналогичные результаты. А именно, ранние посевы более медопродуктивны, чем поздние. Посевами в 3 срока, проведенными не позднее 15-го мая, можно удлинить период массового цветения до 45 дней. Вот представьте себе, до 45 дней идет взяток. Это очень хорошо. Пчелы все время трудятся. Вощину можно оттянуть. Создав этим непрерывный взяток для пчел и заполнив перерыв во взятке в летний период, так рационально проводить озимый посев фацели, учитывая, что цветение в июне совпадает с безвзяточным периодом. Итак, друзья, обратите внимание, что фацели, хороший медонос, и также горчица, тут описывается то же самое, сейчас за горчицу. В 52-м году посевы были повторены в те же 5 сроков, но с 23-го апреля, 8-го, 21-го, 6-го, 26-го. Горчица первых двух сроков посева была смыта в результате сильного ливня. Исследовалась горчица только последних трех сроков. Результаты исследований и наблюдений приведены в таблице 2. Тут следующая таблица. Из данных таблицы видно, что медовая продуктивность ранних посевов была выше, чем поздних. Пчелы посещали горчицу хорошо, но преимущественно в утренние часы. В итоге работ, проведенных с фацели и горчицей, можно рекомендовать в условиях Алматинской области. Высевать фацелию и горчицу в 3 срока, не позднее 15-го мая, и производить озимый посев фацели, так как цветение совпадает с безвзяточным периодом. Итак, друзья, обратите внимание, это те медоносы, которые дают хороший, качественный взяток, постоянный. И вы будете довольны, если в вашей округе будут посеяны такие медоносы. Не забывайте об этом и старайтесь устроить ваше благополучие ваших семей. Хочу немножко зачитать вам, друзья, о болезнях пчел. Называется мешочетчатый расплод. Мешочетчатый расплод – заразная болезнь взрослых личинок, преимущественно запечатанных, вызываемая фильтрирующим вирусом. Слышите внимательно. Запечатанные личинки заболевают. Болезнь чаще появляется в первую половину лет, особенно при охлаждении гнезда пчелиных семей и недостатке корма. Погибшие личинки буреют, приобретают вид мешочка, наполненного водянисто-зернистой жидкостью. Запах они имеют. Лежат вдоль ячей с приподнятыми верх головками. Высохшие личинки имеют вид изогнутых коробочек и легко извлекаются из ячеек. Для ликвидации болезни, обращайте внимание, что нужно делать. Матку заключают на 5-7 дней в клеточку, то есть чтобы не было расплода. Гнездо сокращают путем изъятия части сотов и тщательно утепляют. Пчел подкармливают сахарным сиропом в течение 10 дней. Я считаю, что 5-7 дней – это маловато матке, потому что расплод от яичка развивается 9 дней. И в этот период надо, когда матку заключили, хотя бы 10 дней продержать матку в клеточке. И в эти 10 дней подкармливают семью сахарным сиропом. Пчелиные семьи, не освободившиеся от болезни в результате этих мероприятий, перегоняют на соты от здоровых семей. Все соты от перегнанных пчелиных семей перетапливают на воск. То есть, обратите внимание, если не произошло исцеление этой семьи, тогда перегонка и, как говорится, уничтожение сотов на воск. Вот такой мешочный расплод – заразная болезнь, считается, друзья. Поэтому старайтесь вашу пасеку тщательно проверять и не делайте на авось. У нас, у русских и украинцев, есть такая особенность. Авось пронесет, авось пройдет. Надо быть вооруженным на все случаи. И если у вас будет вовремя сделана профилактика и лечение любой болезни, то вы будете успешны и не будете иметь убытки. Если запустите, вам просто будут большие потери. Удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем до следующего видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!